здравствуйте подписчики а также гости моего канала у нас пришло время обрабатывать картофель от карлацкого жука жук карлацкий уже выводок 1 такие вот личинки вывел где-то вот небольшие пока они здесь будет более видно маленький кустик но жучок уже засел где-то уже более крупные экземплярчики так как у нас сейчас дожди идут картофель конечно не не так активно кушает но есть такие кусты которые уже довольно таки сильно от них пострадали поэтому приходится обрабатывать ну и тут-то не все так легко и просто у нас вот погода такая сейчас небо красивая кучевые облака но получается тогда погода очень и очень быстро меняется только вроде бы солнышко светит и тут же уже слышишь где-то громыхает сверкают молнии налетает туча тучи вообще сильные такие ужасные даже в некоторых районах я смотрю выпадает град и многие посадки конечно пострадали надеюсь к нам это не придет но дожди действительно очень сильные довольно таки обильные здесь не так заметно но вот все равно вот видно что ручьи прям текли ручьи после дождя и вот что у нас картофелем молодой картофель которым несколько распелый сорт сорокодневка он у меня был посажен ранее под лопату и там в первую очередь вот вывелись жучки и они уже начали прям так хорошо сильно обкладывать кустики пришлось делать обработку пришла сделала обработку протравила все но прошло где-то времени около часа и пошел дождь практически мою траву всю смыла кое-какой жук конечно упал после я проходила на следующий день мне пришлось делать повторную обработку обработку я делаю препаратом альфавет с пропорцией 50 миллиграмм на 10 литров воды ну и такая же ситуацию мне повторилась и вчера вышла я прошел дождик у нас вроде бы уже чуть-чуть так проветрилось все к вечеру ближе и прошла протравила 6 рядочков картофеля уже дотравливала последний рядочек спустился дождь спустился причем не маленький дождик ну естественно все опять таки всю мою траву все смыло сегодня вот вышла пока солнечный вид такой денечек пока вроде бы еще тучки такие незаметно где-то черных поблизости хотя все равно вот-вот могут налететь решила быстренько протравить чтобы хотя бы два часа прошло вот время отравления так скажем обработки и но дождя потому что если так запустить конечно они кустики очень сильно пострадают и картофель будет завязываться не очень хорошо как картофель берет питание то от ботвы и это самое главное кстати видите у меня не очень хорошо зашел картофель некоторые кустики прям хорошие большие некоторые такие маленькие связи с чем это связано да связано это с тем что семенной материал такой не знаю почему раньше проблем не было картофель приходилось перебирать по несколько раз в год только в подвале прорастал то сейчас очень очень сложно прорастает картофель если и прорастает в основном это наклевываются такие тоненькие ниточки сам посадочный материал мы взяли с прошлого года то что новые сорта я брала у фермера покупала часть своих сортов картофеля которые были но опять таки вот получается что отбраковка из трех ведер даже три с половиной ведра ящики у нас помещается где-то из трех с половиной ведер выбирали только с натяжкой ведро остальное шло уже на отбраковку это на питание это вот выбирали там некоторые росточки были такие вот подозрительные сомнительные небольшие ну и соответственно вот и картофель сейчас такой пустик жука много и здесь уж такие вот крупные которые первые вывелись ну не везде так вот где-то проходишь практически не видно либо вижу только маленькие какие-то мелкие вылупляются сейчас кстати ветер опять вот поднимается обрабатываю я два редко подряд и иду обратным ходом когда шла в ту сторону ушла вперед два редко обрабатывала и назад так с одной стороны мне удобно солнце в глаза не светит а с другой стороны направлению ветра у нас в основном идет как раз в том направлении и она вот обдувает все равно не хотелось бы попасть под отраву и сред защиты конечно я не использую практически ничего неудобно да и как-то вот не привыкли мы к этому хотя и зря что же еще хочу сказать вам по поводу обработки обрабатывать данным вот опрыскивателем который у нас я приобрела аккумуляторный очень-очень удобно единственное что конечно напрягает эта тяжесть на плечах хоть здесь ремни сделаны так что удобно размещается но все-таки это 10 литров воды начинаешь носить на себе плечи конечно уже вот после 2 баллона начинают попаливать но в сравнении с тем как приходилось раньше нагнетать давление старых баллонах еще я застала то время когда у нас были железные опрыскиватели круглые по моему там 100 100 или 100 даже 20 очков надо было сделать чтобы нагнетать давление на тот баллон и дальнейшем я уже обрабатывала такими опрыскивателями как жук но опять-таки в сравнении с теми которые нагнетатели это был более удобный вариант но не долговечные почему-то ручки ручки у меня потом отламывались поэтому столько я их раз уже покупала пытались ремонтировать но все это так непрактично неудобно и тоже конечно руку потом накачиваешь уже рука начинает от части побаливать то ли здесь красота все налила травы долил воды и уже потом идешь включаешь небольшое давление там есть у нас две кнопочки одна кнопочка полностью включения красная а вторая регулятор скорости вот поначалу когда я не знала я пользовалась именно красной но у меня очень быстро уходил раствор отравы там или удобрения слишком большой расход идет потому что давление очень большое потом я уже приспособилась именно пользоваться самим регулятором скорости и вот ставлю небольшую скорость и вот так вот не хватает принципе наследки не коротенькие вот у меня баллона отравы сейчас хватает на 4 рядочка даже немножечко остается но это тоже еще зависит от размера кустов потому что какое количество кустовый какого размера приходится обрабатывать если где-то мелкие кустики часто попадаются то соответственно и раствором меньше на большой куст надо обработать побольше принципе на этом и все подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии до новых встреч пока пока а